друзья сегодня мы с вами говорим о такую тему очень щепетильная тема по поводу того стоит ли заставлять ребенка заниматься музыкальной школе ходить музыкальную школу и и учиться в ней понятно что в этом случае всегда родителю хочется чтобы его ребенок был самым лучшим чтобы он добивался каких-то высот чтобы он был сформировавшиеся личностью это прекрасно понимаю потому что если у меня будут дети я тоже буду их пробовать воде там на кружок рисования на музыку я не знаю может быть там на плавание чтобы ребенок смог как можно больше попробовать себя в разных направлениях но часто такое получается о том что вы к примеру видите что в вашем ребенке есть талант что ваш ребенок действительно имеет какую-то способность и вы отдаете его музыкальную школу вначале все хорошо он там ходит там мы знакомиться с друзьями там все хорошо получается но проходит время и ребенок вам начинает говорить о том что он не хочет ходить музыкальную школу и может быть такое что даже начинаются истерики я прекрасно знакома с этой ситуации потому что я когда училась консерватории я работала музыкальной школе два года и у меня есть младшие братья и сестры которые тоже прошли через этот путь и к сожалению одни бросили музыкальную школу другие все-таки остались и доучились и вот знаете что родитель всегда стоит на таком распутье с одной стороны понятно что когда ваш ребенок плачет и говорит что он не хочет никуда ходить женское сердце родительское сердце разрывается того что ну зачем насиловать ребенка его заставлять а с другой стороны понимаешь что возможно это какая-то детская придурь какой-то переходный возраст и если пойти на поводу у ребенка то возможно если вы закончите не закончите а бросить музыкальную школу ребенок будет жалеть но с другой стороны если все таки его насильно тягать музыкальную школу он возненавидит эту музыку всей своей жизнью ведь бывают такие ситуации и вот в моем преподавании вот я сейчас веду онлайн-уроки для взрослых и детей большинство взрослых людей приходят мне говорят что вот я в действии бросила музыкальную школу сейчас жалею вот хочу вспомнить игру бывает такое что дети бросают это потом жалеют что делать что делать в таком случае родителю которого ваш ребенок пришел и закатывает истерику расскажу несколько пунктов что нужно делать в этом случае в первом случае понятно что нужно с ребенком поговорить там узнать о его состоянии по и причины и я вам скажу несколько пунктов о том какие ваши должны быть дальнейшие действия первое скорее всего ребенка нет контакта с педагогом может быть такое что к примеру на специальность на фортепиано он ходит с удовольствием а вот учитель по сольфеджио какой-то с ну немножечко начинает чудить там либо слишком много задает либо как-то не очень приятно к ребенку относится вот и должны понимать о том что люди есть разные и возможно и преподаватель который работает музыкальной школе он не самореализованный человек и он пытается как-то но не то чтобы возместить свою злобу на их детей но ему вообще не нравится эта работа и он ну как бы ходит на нее потому что надо потому что деньги платят старше ему скоро на пенсию в таком случае нужно постараться если у вас есть возможность сменить все равно педагога или сменить школу если вы живете в каком-то крупном городе то я думаю если мера музыкальная школа и какая-нибудь школа искусств и попробовать ребенка перевести из музыкальной школы в школу искусств да там будут всякие вот эти вот бюрократические бумажки вас будут очень сильно отговаривать не 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 ни за что не уходите потому что мы же понимаем о том что это педагогические часы педагогам платят за то что ваш ребенок ходит в музыкальную школу либо вы платите вот это я не помню если честно как это все сделано ну ладно факт в том что с одной стороны педагоги как бы и держится за за детей потому что они приносят им деньги но с другой стороны ну сами понимаете разные бывают педагоги но если нравится вам учитель по фортепиано допустим по специальности мне нравится учитель по сальфеджио 1 либо меняйте его лучше вы поменяете педагога переживете месяц вот этих вот кошмарных стыда вот это ваш стыда этих всех стей бегать не с бумажками но потом ваш ребенок два года будет ходить на фортепиано или на гитару и наслаждаться жизнью наслаждаться музыкой либо просто уйдите с музыкальной школы и возьмите частные уроки у этого педагога с которым вы работали вот дальше следующий момент может заключаться в том что ребенку не интересно педагог хорошо все там хорошо все нормально никто его по рукам линейкой не бьет но ему не интересно это может быть обусловлено тем что в музыкальных школах классические играют очень такую программу вот если у вас даже педагог может быть 60 плюс то зачастую это книги из советского нашего прошлого я не я не имею ввиду что советские книги это плохо нет но это могут быть какие-то песни не совсем увлекательные для детей мы же понимаем да что в советское время музыку писали совсем ради музыки а больше как идеологическое воспитание там слова поэтому были всякие песни пионерская песенка там и все остальное и были определенные мотивы которые сейчас не совсем актуальны либо ребенок играет допустим баха моцарта он не понимает эту музыку конечно классика она всегда воспитывает воспитывает определенное мышление но если сто процентов классики разбавить десятью процентами какой-нибудь интересный увлекающий музыки даже попсы у ребенка появится интерес у меня была такая история о том что мы с ученицей два месяца учили несколько срочек минуэта баха да сложно да я понимала что у нас через два месяца академический отчет и нам нужно срочно это все выучить но моя ученица делала это но как бы ну что надо я решила сменить тактику мы взяли песню холодное сердце песню эльзы из мультика холодное сердце знаете да вот эту и она и так понравилось что она за неделю выучила целый лист целую вот этот вот целую страницу песни и потом я уже тихонечко давай давай сначала поиграем и но это бах а потом песню эльзы ну хорошо хорошо поиграем и потом поиграем песни из мультика и она прям загорелась и я вижу что ребенку можно его нужно увлечь увлечь сделать о том что игра на фортепиано это не просто какие-то скучные гаммы и какие-то академические этюды пьесы а это что-то такое что он может взять и вот сыграть свое настроение ведь знаете что а есть такая мысль о том что папа заставлял моцарта насильно заниматься том что он его запирал комнате и о том чтобы моцарт играл там за в запертой комнате шесть часов на скрипке но вот я читала письма самого моцарта и он там говорит о том что его никто не запирал его никто не заставлял он сам брал эту скрипку и игра представляете вот вашего ребенка он пришел со школы и он сам бежит берет телефонно играет я не знаю допустим супер марио так то же самое и моцарт после каких-то там я не знаю занятий приходил домой бежал брал скрипку и такой играл на скрипке то есть как-то отец его мог заинтересовать то есть это была какая-то актуальная музыка интересная что-то такое увлекающее и вот самое главное создать для вашего ребенка что-то такое увлекающее поговорите со своим педагогом музыкальной школе попросите я не знаю можете даже взять какую-нибудь из тиктока мелодию там она вообще из этих тока музыка она там на 15 секунд идет пусть он разучит эту песню это будет для него интерес или зам тут знаете у детей часто дети говорят такие а вот я съем суп и что мне за это будет то есть дети они очень такие как это сказать слово я забыла как это называть напишите в комментариях то есть им нужно всегда знать что они съедят суп и за это они получат лишнюю часть гуляния на улице допустим и когда вы просите ребенка ну вот надо поиграть на фортепиано ему нужно сказать за что им что ему за это будет и такие слова типа ну ты будешь развивать музыкальность ты когда вырастешь будешь умнее эти слова не работают ребенку нужно вот сделал шаг два три увидел результат получил вознаграждение возможно скажу такую не совсем приятную вещь но это что-то с дрессировкой собак вот он сделал что-то и вы дали ему вознаграждение так вот детям тоже нужно вот эти вот вознаграждение давать к примеру вы можете его замотивировать допустим ты выйти выучишь эту песню выложишь в инстаграм и твои друзья просто обалдеют от того как ты классно играешь к примеру если ваш ребенок экстраверт если он более такой стеснительный закрытый вы можете его замотивировать тем что ты выучишь песню допустим лунную сонату и сыграешь бабушки на день рождения представляешь как бабушке будет приятно или к примеру если он такого более маленького возраста к примеру сказать вот наш код он всегда слушает тебя он восторгается тем как ты играешь на фортепиано у меня была ученица она когда играла ну правда мы с ней онлайн занимались она всегда брала кошку брала кошку садила возле себя если она убегала она шла за кошкой садила рядом с собой говорю слушай и это ее вдохновляло то есть она уже не одна играет и тут рядышком кошка сидит то есть детям нужна какая-то мотивация следующий пункт заключается в том что возможно это окружение в котором находится ребенок они играть на фортепиано или там заниматься музыкой это не популярно то есть понимаете да допустим если ребенок попадает в какую-то компанию в которой популярно заниматься паркуром и лазить за гаражами то ваш ребенок дабы как-то социализироваться как-то заработать себе баллы и очки он будет заниматься паркуром лазить за гаражами если ваш ребенок попадает в компанию где все дети увлекаются программированием они такие смотри я создал какую-то игру то что такое я взломал там что-то еще то он тоже будет этим заниматься так вот попробуйте найти для своего ребенка такое окружение где заниматься саморазвитием это будет популярно это будет модно и это будет его мотивировать потому что дети они очень влиятельны и особенно когда наступает подростковый возраст мы все понимаем что родители для ребенка становится не авторитетом а авторитетом для него становится именно окружение и вот именно менять окружение когда он подросток это уже поздно нужно постараться до того как он перешел в это подростковая подростковый возраст вот именно тогда попробовать его аккуратненько протолкнуть в то окружение, которое будет максимально максимально полезным, что ли, для того, чтобы развивать свои какие-то творческие навыки. Так, вот это те пункты, о которых я хотела сказать. Значит, если вы попробовали вот эти вот все пункты, поговорили с ребенком, поменяли педагога, поменяли произведения, попробовали затащить его в какой-то комьюнити, настроили систему мотиваций, и ваш ребенок все равно, все равно говорит нет, значит нет. Ну, не надо тогда ребенка заставлять насильно, потому что тоже очень часто бывает такое, что если вы все-таки ребенка таскаете насильно, он потом ненавидит не только музыку, но и в какой-то степени и того персонажа, который делал это с ним. Вот поэтому для того, чтобы не быть врагом для своего ребенка, лучше поменяйте музыкальную школу, допустим, на рисование. Тогда вы уже со спокойной совестью будете знать, что я сделал все, что от меня зависело. Поменял педагога, поменял произведение, которое он играет, и все, я ничего не смог сделать. Ребенку не нравится, значит не нравится, оставляем, переходим в другое русло. Только не оставляйте. Вот смотрите, дети еще бывают такие хитрые о том, что они говорят, мы не хотим ходить в музыкальную школу, потому что они думают, что если вы не будете ходить в музыкальную школу, они будут гулять за гаражами. Но вы должны ему сказать, что если мы бросаем музыкальную школу, мы начинаем ходить на хоккей, допустим, или мы начинаем ходить в конную школу, будешь кататься вверхом на конях, чтобы он знал, что если он оставляет то дело, ему придется начинать следующее дело, и он без, без, так сказать, без нагрузки не останется. Поэтому это тоже важно проговаривать. Вот, это все, что я хотела вам сказать сегодня. Если у вас есть какие-то истории про ваших детей, про вас, про вашу историю с музыкальной школой, пишите, пожалуйста, в комментариях, потому что меня самой очень сильно волнует эта история. И так как я хочу в этом совершенствоваться, мне очень интересно знать мнение людей, которые меня окружают. Поэтому буду благодарна вам за ваши какие-то истории, которые я смогу прочитать. Ну, а мы встретимся с вами в следующих видео. Можете подписываться на мой инстаграм и на мой ютуб канал. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok